доброго всем времени суток включили мы камеру заснять сей процесс представляете сегодня утром как всегда поднялась мелких умыли их они значит одеваются я проверила что каждому все одежду припасли все садик собираемся я побежала сама одеваться снежанку заплела она у меня к папе в машина ушла я спускаюсь вниз одеваю сапоги ничего не понимаю горе на ботинке лежат внизу и хныканье такое я сапоги опять села в курточке бегом наверх прихожу он сидит в трусишках в пижаме и хнычит пойдем егорка и хнычит чок нычит в общем пытать его бесполезно причину он мне не сказал и закрою почему мы опоздали какая причина была я не знаю видно не с той ноги сегодня встал меняется настроение у него вот буквально за секунду давай садись машину что это такое за слезы у тебя с утра снежана пристегнулась так его пристегивайся хочу снежанки на курточку показать метро ну как плащик тоненький что хочу показать в общем я отправила опять в тепленькой куртке потому что у нас такая беда странная я когда стала стирать закладывать машину посмотрю ничего себе а вот он вот что у нас делается одежда я не знаю очень выгодно все авто курточка которую сейчас ушла у нас тоже было также на приходит из садика я я знаю что такую и смотрю на и так потихонечку потихонечку самый дальний угол вешалки вешает ну и что такое надо посмотреть она у нее от края рукава и до низа кармана вся разорванная вот ну хорошо мы их на машине 8 поэтому она как бы не озябла конечно такое дело и если егор у нас и одежду рвет спецом ну нарочно чтобы ему что-то новенькое дали то сниж такого нет она специально не ждет это у нее чисто вот что-то такое случилось не помнит говорит буду вспоминать я говорю ладно вспомнишь расскажешь мне тоже интересно вот так мы у садика куда водим Егора мы за ним приехали у них уже обед был в общем до воспитательницы сегодня не дозвонилась видимо она не слышала надеюсь что его не уложили спать в общем нам сегодня получилось записать и Егора и Леру к окулисту на час и на пол второго сейчас Лера у нас начало на час пойдет на прием потом папа ее быстренько отвезет в школу чтобы она не поздала а мы с Егором там останемся на приеме в общем я считаю что у меня сегодня день удачный ну не очень может быть в том плане что с Васей мы с утра вот ходили на прием тоже в общем мы остаемся еще неделю дома у нас что-то с иммунной системой наверное произошло вследствие лечения в общем вышел на губе герпес герпес инфицировался и перешел в стриптодермию у нее пошло еще кверху вот выписали нам опять мазь в общем еще мы неделю будем сидеть дома не знаю что теперь с мелкими делать изолировать их не изолировать если это было еще вчера то вчера то они все равно в контакте были вот но у нас у Василиса часто такое случается то есть вот после например отравления какого-то или после болезни у нее всегда вот происходит герпес а у Егора и Снежки ни разу не было чтобы они от нее заразились и Лера с Мишей тоже не болеют такой болячкой в общем ждем Егорку и едем в поликлинику да прячься там уже у кабинета у Леры тоже жалоба вдаль говорит плохо вижу с парты не вижу что на доске пишут а у Егора жалоб нет да Егор нет жалоб он видит плохо но у него я подозреваю изначально его поведен потому что он даже когда вот пишет он нервничает потому что он за строчки заворачивает танцы какому мы врачу идем Егор это мы в поликлинике а какому мы идем врачу зайчику а врач как называется а еще его называют офтальмолог мы из магазина приехали после приема мы съездили магазин продукты взяли в магазине себя плохо повела Василиса Сергеевна Василиса Сергеевна Василиса Сергеевна даже разговаривать не хочет в общем она без спроса взяла с витрины там какие-то даже она не то что взяла с витрины а мы договаривались что они ничего на витрине трогать не будут потому что лежат на полках а ей захотелось проверить мягкие там милотки или не мягкие она их пожаркала ее папа отругала сказал что ты ведешь себя очень нехорошо сейчас она не хочет с нами даже разговаривать вся в обидах причем тут тебе две пачки тут не только тебе купили лекарство купили но не все там то что выписали нет наличие нужно на заказ куда побежал что тебе смотрели но еще что смотрели ты мне рассказывай смотри сюда на меня вот у нас еще зрачки расширены ну-ка давай я твой зрачок посмотрю какие прям широкие широкие ему капельки закапывали в общем не очень у зря по фигурам да и вот сейчас выключаешь на выключая не могла не включить камеру все уже спят мелкие девчонки егор у меня значит несколько раз уже сбегал пописать попить покакать и вот сейчас я уже думаю что он уже задремал сижу обдумываю еще одно разговорное видео приемном родительстве и он такой ко мне сейчас заходит и говорит мама а я уже сплю ну вот он пожалуйста опять ты чего заяц давайте ложись чтобы глазки лучше видели нет не желудку а глазкам и ложись давай девчонки уже спят а ты нет а жизнь давай спать я утром говорил что очень мы к окулисту ходили ночью ему выписали два вида каплей глазки и какие-то еще то ли таблеточки только апсулы я оставила заявку в аптеке предоплату внесли их пока нет наличие дня через два года очки нам пока не будут выписывать очень вот такое вот как бы лечение будет у нас где-то мы будем без очков а уже так повторный прием у нас будет мая потом наверное осенью будут уже решать то ли он будет в очках то ли может быть у него и что-то улучшится потому что он еще маленький ребенок вот ну вот он у нас не кашляет этот кашель это он нарочно чтобы привлечь к себе внимание это я уже не нарочно ты кашляешь нет да вот он может кашлять вот видите мы просто не хочет идти садик а еще когда у меня например ну кто-то или снежка или вася начинает полить им даешь лекарства все у его рта кишки там для того чтобы ему тоже лекарство дали не вделили его бедова вот опять у нас не спит но правда истерики уже как таковой нет видимо у него весеннее обострение уже так по прошло то есть нет вот этого буйного как-то нас было сейчас у него происходит что он долго не может уснуть вот он ползает по полу он там выглядывает ложись егор я ведь тебя снимаю спать не хочешь здорово а как ты завтра будешь вставать садик на шестой класс пойдешь а кто тебя туда пустит на шестой класс такого не выспавшегося тебя спросит егор сергеич ты спал скажешь нет тебя и не пустят шестой класс иди ложись кто на тебя снимает камеру ну я так так и говори зачем ты меня снимаешь ну что ну давай формулируй формулируй что ты хотел сказать а зачем ты себя стучишь не надо себя стучать а завтра посмотрим и посмеешься над собой они потом сами смотрят вот эти вот все педики им так смешно на себя егор даже критики подвергает свои действия ой у меня даже была подборочка вот этих его капризов но я блогерт из меня еще никакой в общем я не подумала обычно же у нас вот это все происходит перед сном и так как у нас вот было жарко он в трусишках ложился и соответственно и вставал он также в трусишках в общем то что я наснимала он был в трусах и видео забанили написали что это недопустимый в общем что не нравится это youtube в общем удалили у нас такое видео хотя там не было например там сцен насилия или чего-то просто ребенок был в трусах все ну жарко у нас дома сейчас у нас мы отопление уже отключили дом у нас нормально как бы ну на всякий случай пижамку одеваю потому что он раскутывается все я я тебя разговорила да пойдем я тебя поглажу ты уснешь пойдем давай я прихожу к тебе все вот такие пирожки с котятками общем я думал что он уже уснул сижу вижу и вдруг такой грохот сначала он упал в общем он специально коленками ладошками по полу чтобы привлечь внимание а сейчас плачет 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 что случилось если ко мне я и долл ты уже устал а егор чем делать я не понимаю тебя тебе удовольствие доставляет меня мучить да он лежит улыбается ну а что не так то я же ушла ты спал что случилось то что тебе не нравится все нормально тегур все хорошо не слышу не слышу все хорошо нет а что не хорошо стукнулся стукнулся а кто тебя стукал а зачем ты так прыгнул как ты упал это нарушка это нарушка упал да и нарочно не нарочно ты как не нарушка я же видела ты подскочила специально ладошками грохнул по полу я же тебя насквозь вижу мама хитрее тебя в несколько раз маму не перехитришь даже не думай давай на бочок ложись давай давай на бочок что ладно будешь спать не будешь больше шуметь нет вот такие у нас долгие укладывание сегодня ладно да ладно хитрее щит иначе бы все уже никто не спал ну вот видишь зачем все спят как зачем все спят ночью все спят и котятки и мышатки сколько у тебя да у меня очень много ты меня сегодня весь вечер отобрал я посмотри хотела все довязать и ничего не связала но он опять вот весь мокрый взмок и не знаю честно что только ты весь прям мокрый весь липкий какой-то вот у него выброс прям вот этого негатива идет ну может быть из-за того чтобы сегодня больницу хранили у него эти эмоции там же все таки ему какие-то вот эти линзы подбирали или смотрели или оптику вот эту смотрели очки такие интересные она тебе еще раз нас долго да вот и вот он вниз не может справиться со своими эмоциями давай ложись ложись и вот а что ты не можешь что тебе мешает вот так просветить выделаю головеночку чтобы было написано почему ты не можешь уснуть и эту причину убрать да вот здесь просветить тебе лоб и понять почему исправить это чтобы сразу в кровать с фонариком нет мы такую не купим тебе нельзя с фонариками поэтому подумаем я так думаю что у него реакция наверно вот на эти фонарики там окулиста когда проверяют зрение там какой-то такой то ли табло то ли что-то и там четыре фонарика загораются белый его какие там цвета были еще красный да в общем там четыре фонарика и вот они разного цвета их попеременно включают это тоже как бы проверка зрения идет может быть вот это на него повлияло тоже не целый день пройти фонарики давай ложись все я уж я устала его сейчас ты не будешь укладывать а вот я буду сейчас скандалить кричать и стукаться как ты делаешь а ты меня будешь укладывать ну что представляешь мама себя так вести будет а ты будешь меня уговаривать мамочка ну давай ложись спи ну не шуми девочки то уже все спят ты же всех разбудишь давай на бочок ничего мне не осталось времени все сегодня весь лимит выговорили давай всем скажем до свидания да давай говори до свидания всем спокойной ночи и пообещаясь ночью с доброй ночью давай ложись спокойной ночи спокойной ночи